проникает в разделение души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Сегодняшнее евангельское чтение о больном сыне, которого злой дух бросает в огонь, в воду, в отроки. И в доме поселилась огромная и страшная беда. Беда эта две тысячи лет тому назад была с еврейским отроком в далекой стороне на юге, и она уже прошла. Мне-то какое дело до того? Мои дети при мне. Но открывается, что не прошла, а еще боли разрослась, болезни вскипели, ничего не изменилось. Никогда не было столько бесноватых детей, как сейчас. Кажется, что особенного, что в семье раздобыли компьютер, и деточки играют в игры компьютерные, но кто-то запрограммировал эти игры и через них взломал двери души, отравил мозг. Почти на 100% дети бесноватые делаются. Есть люди, которые заканчивают университет и работают программистами, прошли исследования психологические. Самые новейшие, почти 80% программистов беснуются. Самые настоящие бесноватые. А уж если взять по государственным меркам, то в стране бросается и в огонь и в воду не меньше, как 95%. Что такое огонь? А куривы это не огонь? Постоянно зажигают и мят. Сегодня курящих женщин среди студенток больше, чем мужчин. Особенно эта болезнь свирепствует среди журналистов, судебных работников. Куда бы ни пришел, дым коромыслом копоть стоит. В других государствах принимают какие-то законы, что нельзя курить в общественном месте. Брошенный окурок в заповеднике в Америке может стоить машины. Ты уйдешь обратно пешком, но люди, придя домой, снова бросаются в этот огонь. И бросаются в воду. Одну букву «К» поставь в водку. Сейчас часто пользуются словом «проблема». Не люблю это слово. Но чтобы люди понимали, о чем речь, иногда произнесу его, а потом отступлюсь от него. Нет проблем никаких. Есть решенные вопросы горе. А горе одно, что люди не знают Христа. Другого для горя нет. Филипийцам 4, 13. Все могу, притяющая в меня Иисусе Христе. Все могу. Вот слова, которые мы должны произнести. Ибо, Евреям 13, 8. У меня холодно было. Иисус вчера, и сегодня, и вовеки тот же. То есть, какой Он был, 2000 лет назад, такой же всемогущий и милостивый, любвеобильный. Ого! Он не меняется. Что я делаю сейчас? Это наша отношение к меня. У меня видно, что опухшая. Вот она. Как лепёжка. Ну, что делать будем? Главное, началось с чего? Кровь текла, прекратилась. Вот эти смещи были, прекратились. А теперь вот в этом месте, вот. Для наглядности напомню, это слово проповедь. В Ветхом Завете встречается 18 раз. А в Новом Завете... Не так. Надо газету настилить. Благословение. Благовестие В Ветхом Завете 7 раз, а в Новом 100. Вот это мне сейчас поможет еще ЛДПР. Велика разница. Тогда как объем Ветхого Завета в три раза больше нового. Потому что Новый Завет, это проповедь Евангелия. Уходящий Христос выраздавляет Ветхом Богу и говорит в Евангелии от Марка 16, 15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Были такие люди, которые проповедовали животным. И они слушали, были такие святые, которых слушали птицы. А вакуум 2, 11. Камни из стен возобьют. И перекладины из дерева будут отвечать. Крестное знамение. Евангелие от Луки 19, 40. Но он сказал им в ответ, Сказываю вам, что если они умолкнут, То камни возобьют. Евангелие от Матфея 3, 9. И не думайте говорить в себе. Отец у нас Абраам. Ибо говорю вам, что Бог может без камней сих воздвигнуть пяти Абраам. 2 октября память Иоанна Пукузеля. Когда он паскот и пел, То коровы переставали есть и стояли, внимали его пение. Не дай Бог иметь нам в потеряеке такого пастуха. Совсем замориться хотели. Здесь легче у меня. Одно слово сказал, и лягушки перестали плачать. А ласточки перестали щебетать, чтобы не мешали проповеди. Нужно проповедовать Евангелие и все твари. Сегодня в России нет этой проповеди. Осталось одно сплошное объяснение. Сегодня, что только не мешает проповеди. Даже в храме во время богослужения. Как обычно, это плач детей. Родители начинают оправдываться. Мы не могли их утешить. Не могли. Они расплакались. А вот это вот голубям. Для здоровья. Смотришь, разделанное замечание могут месяцами детей вообще в храм не приводить. Вот они у меня сидят. Под разными благовидными причинами. Даже болезни ребенку придумывают. Господь начинает говорить о своем страдании. А какое отношение страдания там, страдания здесь. Пока нет страдания Христова, то нет и примирения человека с Отцом Небесным. Ибо Он взял на себя грехи мира. И Анзлатоуст говорит. Начаток наш тело. Ибо сначала Бог из блины створил человека. А затем втунул в него дыхание жизни. В космическом плане наоборот. Бог первичен. А когда сказал утреннее гимназическое слово, то появилась земля вторичная. Как будто какие-то там наросты. Здесь так. Наш начаток это тело. Он восприял его отечественной дьерой Марии. И умер за грехи людей. Христос это начаток наш. В этом теле Он вознесся к престолу благодать. И Он показывает отцу руки свои пронзенные. Вот раны мои, отец. Я умер за грехи людей. Вот раны плохой отец. Он начаток. От человеческого рода. Он не мог показать свои страдания. Он не мог показать свои страдания. Теперь они у меня держатся на ногах. Евреям 2.14. А как дети причастны к плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Христу тело Его не нужно было. Тело необходимо было для страдания, чтобы пролить кровь. День начинается. Сегодня у нас 22 февраля, 2023 года. Среда, правильно? Смертью своей обезоружить дьявола. Он воплотился не для того, чтобы хлеб преломлять.